здравствуйте с вами я сергеева проскови мы находимся в кулинарной студии вкусы азии и сегодня мы с вами приготовим много вкусных блюд из разнообразных овощей а каких узнаете буквально через несколько секунд а сегодня у нас гостях основатель и руководитель группы компании сидек дубинин сергей владимирович здравствуйте сергей владимирович здравствуйте и мы приготовим очень много интересных блюд и начнем с такого чуда как рататуй а готовить мы будем из овощей выращенных из семян компании сидек сергей владимирович что вы нам сегодня привезли а привезли мы очень много интересного частности здесь большой выбор всевозможных кабачков большой выбор всевозможных перцев баклажанов артишоки чем обратите внимание баклажаны кабачки перца разного цвета разные фактуры и вот процессе передачи мы обо всех их будем рассказывать какие все-таки лучше выбрать потому что у каждого овощи все-таки свой вкус и свое предназначение чудесно для приготовления рататуй нам понадобятся баклажаны сергей владимирович какой вы мне порекомендуете из этого изобилия выбрать я все-таки рекомендовал бы прежде всего баклажаны которые не острят и которые не являются горькими вот здесь все баклажаны которые представлены видите они например и вот такие полосатые как сорт матросик и вот такие белые как вкус грибов он так и называется если его разрезать и приготовить он будет иметь четкий вкус грибов и если вам завязать глаза вы не сразу определите что же это все-таки за баклажан а вот допустим вот здесь представлены баклажаны такие как для барбекю для шашлыка то есть у них такие даже название которые этому соответствует вот мы например возьмем вот этот баклажан который называется для шашлыка ведь он такой тонкий как раз очень на шумбур хорошо одевать и будет очень хороший шашлык именно из баклажана а вы его сейчас используем для нашего рататуида сергей владимирович нам еще понадобится перец сладкий для нашего блюда может быть вы расскажете немного перца и поможете мне порежете его кубиком но перцев бывает много разных и всяких вот что вы допустим на наше блюдо учитывая что нам не так нужно много перца мы возьмем вот такой вот перец который называется удача он конического размера это перец открытого грунта его очень легко выращивать именно в открытом грунте он прекрасно подходит потому что если брать вот такие крупные перцы как допустим звезды востока или там наши генеральской серии они все-таки несколько крупные их лучше когда нужны большие порции а так как нам сейчас нужна небольшая порция мы буквально небольшую семью перец удача который хорошо подходит отлично для этой цели подойдет и лолита и белый налив перцы они как раз идеального даже режешь запах великолепно идет просто этот даже и выражали здорово специально создан для еды и смотрите насколько как бы выращенные на огороде овощи насколько они красившие аромат не вкуснее нежели чем купленные в магазине все-таки магазине они проходят через долгую транспортировку они неизвестно откуда доставляются иногда они срываются вообще недозрелыми дозариваются по дороге конечно такие перцы баклажаны не могут до такой степени быть вкусны а это все-таки выращено на своем огороде и сразу с огорода это идет наше блюдо конечно это значительно вкуснее и слаще я уже забыла как пахнут баклажаны они оказываются очень хорошо пахнут тогда я пока вот это измельчу а еще нам понадобится один томат сочный сладкий спелый какой вы порекомендуете очень хорошо подходит под эти цели можно конечно использовать и томаты черного цвета например вот такого темно бордового коричневого такие как например сахар черный но вообще-то лучше их использовать под салат и допустим я их чаще использую именно в этих целях но сейчас давайте мы возьмем вот такой хороший суп розового цвета это подарок женщине очень красивая но мне как бы я вообще люблю женщину очень люблю жену свою и как бы считаю что женщина всегда надо посвящать много чего хорошего поэтому я так и назвал как подарок женщине и вот подарок женщине прекрасно подойдет под эти цели красивое название наверняка и в нашем рататуе этот великолепный томат будет очень хорошо и смотреться и он будет иметь очень хороший вкус нам понравится давайте разрежем его тоже да можно кубиком его порезать мы как раз его потушим смотрели как раз какая консистенция у томата вот очень такой мясистый хороший насыщенный в нем нет пустот в нем достаточно помидорного мяса и как бы он прекрасно подходит именно под наше блюдо рататуй мы разрежем кирилл достаточно мелко режем так да чтобы потушить а как удается в нашем регионе где нету солнца где мало тепла неужели действительно возможно вырастить даже там немножечко более северных районах вот такую ароматную роскошь прекрасно растут и баклажаны прекрасно растут и перцы вот многие люди считают что эти культуры в подмосковье не дают большого урожая на самом деле это не так и перцы баклажаны прекрасно растут мало того даже в этот плохой год мы получили очень хороший урожай арбузов на огородах седек мы выращиваем даже такой экзотический овощ как артишоки хотя вообще-то мало кто в это верит и даже специалисты родина сицилия конечно и считать что это двухлетняя культура и она растет якобы только с тем чтобы ее надо непременно где-то в подвалах сохранять на второй год но нет мы одновеской нормально получаем артишоки вот пожалуйста артишок красавец он выращен подмосковье на нашем огороде да такой сорт он дает просто как бы великолепные урожаи у нас огромнейшие большие кусты артишоков на котором с одного растения мы получаем там от 10 до 40 штук разные растения получаем вот таких великолепных плодов и соцветий и их надо просто обязательно рассадным методом просто в начале где-то марта вот женские праздники мы начинаем их высевать на рассаду и потом раз так или иначе вокруг женщин завязаны все женщины не связано куда ж мы мужики без женщин это основа жизни сергей владимирович я вас прошу выбрать кабачок достаточно тонко его порезать и расскажите как правильно выбрать кабачок для такого блюда как рататуй ну во первых для рататуй конечно подбирается кабачок который маленький вот у нас как бы у многих огородников особенно старой формации которые очень давно на огороде работают привыкли собирать кабачки вот такого размера когда они уже становятся семенниками да такие кабачки хорошо хранятся они например очень хорошо идут на кабачковую икру потому что они как бы имеют большое количество крахмала и они для этих целей лучше всего подходят но если для основных блюд кулинарии так же как и для нашего рататуя лучше всего конечно подходят кабачки молодые вот здесь вот на подносе у нас лежит допустим желтая гольда вот такого светлого цвета это на маша и аполлон темного цвета нефрит все они отлично подходят под это блюдо поэтому мы может имеем возможность выбрать любой из них давайте просто подберем по размеру допустим вот такого хватит нам пожалуй гольда вот такого плода тем временем я занимаюсь активной подготовкой артишока к приготовлению какие есть тонкости обязательно оденьте перчатки поскольку чешуйки так называемые они колючие чтобы не уколоть руки я сняла большую верхнюю часть листьев их выкинула оставшуюся часть я отрежу вот таким образом но оставлю где-то одну треть и сердцевину вы на ложкой как сейчас покажу и заранее приготовьте воду в которой вы добавите лимонный сок поскольку артишоки моментально темнеют сергей владимирович а сколько сортов артишоков существует вашей компании вообще сортов артишоков их не так много у нас два сорта заморский дерикатес и красавец и в принципе артишоки и мало чем отличаются сорта друг от друга и мало того даже когда сажаешь их в поле растения несколько отличаются друг от друга они не строго идентичны то есть растение имеет определенную разную разницу даже листья не совсем из одних и тех же семян из одного и того же мешка и даже на одном бывает допустим 10 плодов на другом 40 может быть и кроме того бывают такие растения которые как бы вообще плодов не дают но их такое количество растений небольшое и обычно на уровне высадки такие растения не сажаются а просто-напросто убираются поэтому как бы в поле обычно бывают только такие растения которые имеют немало плодов в поле то есть даже без теплицы они растут они растут в поле без теплицы и действует рассада делается в теплице либо на подоконнике а так растут поле даже без всякого укрытия как картошка тем временем я закончила обработку артишока получилась вот такая вот чашечка на ножки и мы теперь можем приступать к тепловой обработке овощей что мы будем делать мы на оливковом масле обжарим баклажаны с двух сторон после этого в этой же сковородке мы потушим томаты с болгарским перцем чесноком и солью так Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 я предлагаю артишок поставить сюда в серединку как изюминку нашего блюда нам осталось самая малость залить томатным соусом посыпать базиликом сыром твердым желательно самым хорошим которую вы можете найти и убрать в духовку на овощи сверху выкладываем острый перец и сверху посыпаем твердым сыром распределяем равномерно чтобы максимально покрыть поверхность уже значит свои овощи свои овощи конечно действительно придают необыкновенный вкус любому блюду и посыпаем щедро хорошим твердым сыром но если вы не едите сыр вы можете совсем его не использовать или заменить тофу он тоже прекрасно подойдет для этого рецепта сейчас мы уберем рататуй в духовку разогретую до 180 градусов и оставим там на 20 минут а пока он будет запекаться мы немножечко приберем со стола и подготовимся к следующему блюду вторым рецептом у нас будет грузинский салат из томатов и огурцов сергей владимирович расскажите поподробнее о нем знаете я часто бываю в грузии и обожаю просто грузинскую кухню и в общем-то грузинский салат он обязательно всегда находится за моим столом в каком бы ресторане грузии я бы не был поэтому этот рецепт для меня очень важен и я непременно готовлю грузинский салат всегда и дома а не только кушаю его где-нибудь находясь в грузии я думаю благодаря вам наши зрители тоже обязательно возьмут этот рецепт себе на заметку что нам понадобится основных как бы у нас три ингредиента это огурцы это томаты и это лук сладкий сладкий да из этих трех ингредиентов и делается начнем давайте с огурцов хотя дополнительные ингредиенты тоже важны грузинский салат и без грецких орехов но это не грузинский салат поэтому конечно тоже можно назвать что это четвертый основной ингредиент для этого салата а изюминкой видимо станет вот это вот сванской соль это называется сванская соль тоже она очень хорошо подходит для данного вида салата да и перец он лишний не будет с чего начнем начнем давайте с огурцов а с 1 с одного из основного ингредиента вообще под эти цели конечно не не подходит наши традиционные огурцы корнишоны потому что корнишоны все-таки они имеют достаточно жесткую кожицу и достаточно крупные семена они в принципе больше подходят не под салатные цели а под любимую всеми консервацию и посол а здесь мы остановимся именно на огурцах которые хорошо подойдут для салата в частности вот когда я был в грузии и вообще по своему профилю бизнеса с грузинами мы работаем я знаю что они очень уважают белые огурцы правильно но у них в основном вот не такие идут это восточный стиль это больше как бы таиланд китай вьетнам корея и там используются такие огурцы они то тоже сочные и вкусные но в грузии часто вот любят именно прежде всего такие беленькие огурчики почему беленькие какое у них преимущество но мало того что эти огурцы это вот у нас а сорт белая гвардия эти огурцы очень дает хороший урожай как бы на любом огороде они прекрасно и не в теплице и в открытом грунте рядом с артишоками можно посадить огурцы в чистом поле расскажите какой томат мы возьмем для этого салата атомат его тоже это как бы наиважнейший ингредиент для этого салата прежде всего что нужно знать что томат тоже как и огурец должен быть вкусным и аромат и сочным и сочным конечно ни в коем случае не подойдут те томаты которые обычно продаются в магазине томаты мячики которые можно буквально об стенку кидать и они не распадают они подойдут для игры в пинг-понг на них пинг-понг подойдут но никак не для употребления в салатах а здесь лучше подойдут либо бифтоматы можно использовать томаты разных цветов вот у нас здесь лежат различного цвета сахара сахар желтый сахар оранжевый сахар красный сахар коричневый то есть и хорошо использовать очень как раз под эти виды салата ну можно использовать вы знаете и хорошо и черри тоже будет некой вариации это вариация до череда для тех кто любит как бы больше сахаров естественно то есть как бы черри это считается самые сладкие томаты поэтому они очень хорошо подходят для грузинского салата и сейчас мы на каком салате остановимся мы будем сладкий делать или мы будем делать обычные то есть избив томатов давайте вот вот этот как вы сказали коричневый сахар он такой аппетитный такой сочный большой давайте и в нем самое большое количество в коричневом сахаре антиоксидантов то есть это великолепная профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний поэтому этот томат прекрасно подойдет для наших целей а я тем временем наверное измельчу грецкий орех да я правильно понимаю что мелко-мелко он должен быть мелко чем мельче тем лучше вот столько достаточно ну наверное достаточно и один хотя для меня например нравится и покрупнее фракция но как-то вкуснее когда кусочек орешка попадает в рот посмотрите какие изумительные томаты тут нет никакого пустого пространства камеры очень маленькие семян почти нет и сплошное помидорное мясо вот такие как раз томаты идеально подходят под наш грузинский салат теперь переходим к луку лук тоже важнейший элемент что надо учитывать прежде всего лук обязательно должен быть сладким ни в коей мере мере не острым отлично для этого подойдет такой лук как багровый мяч например или даже многие лук которые знают это крымский или ялтинский его по называют этот лук отличается большим количеством сахаров и именно он идеально подходит под салаты вот такой вот лук такая луковица прекрасно нам подойдет вот этот салат и я обычно сладкие луки можно резать так что особенно плакать не будешь счищаем всю вешет верхнюю кожу руками обозили насколько мелко надо порезать сергей владимирович его даже лучше всего травы и даже может не резать а рвать руковать достаточно вполне сергей владимирович насколько я знаю грузия страна жаркая солнечная неужели действительно наши подмосковные овощи под подойдут для салата из такой солнечной страны ну прекрасно подойдут потому что все-таки овощи все которые мы сейчас используем росли в открытом грунте это не на гидропоника не теплица даже все они получали от матушки земли получили достаточно ингредиентов солнечного освещения добавок но сорта подобраны такие которые очень хорошо подходят теперь я могу смело приглашать грузинских друзей домой и угощать их их национальным блюдом конечно главное чтобы овощи были все-таки с вашего сада и теперь по следующей осени желательно до следующего осени сергей владимирович у нас порван лично мной базилик подготовлены томаты огурцы лук грецкие орехи что делать дальше вначале мы давайте лук положим сейчас его надо тоже давайте вам просисти давайте разделить сижу друг от друга сергей владимирович скажите а визуально возможно как-то определить насколько лук сладкий или злой но во первых при как бы чистки чувствуется какую вот этот все-таки немножко острова потому что глаза чуть-чуть пощипывает все таки но он не сильно острый тоже когда острый то глаза щипят обычно сильно но так можно и попробовать но просто обычно я знаю какой лук сладкий поэтому на своем огороде покупал одну сажаю для этих целей только сладкие сорта лука а если он чуть-чуть терпкий но сильно он чуть-чуть острый но не горький да 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 он мягкий понимаете что важно для салата он не должен быть жестким луком жесткие сорта лука и сильно острые горькие они прежде всего идут там для других видов кулинарии в частности для супа например вот бульонов кто любит жареный лук там я жареный не люблю поэтому я предпочитаю лук видеть в салатах и вот это как раз лук для салатов очень хорошо подходит он может быть острым это все-таки придает пикантность но в меру острым и ни в коем случае горьким дальше выкладываю орехи базилик правильно совершенно верно вот у нас получилось великолепное блюдо грузинский салат а в какой момент мы посыпаем солью в тот момент когда я буду это перемешивать лучше когда перемешиваю даже это самое что не на есть вкусная а ухо ценим как можно разговаривать когда такая вкуснота я понимаю почему есть поговорка когда я гем я глухонем на мой взгляд просто изумительно вот это то что я добавил свой рататуй перец на вы спрут новогодний это вдобавку за такая на пикантность меру остро хотя я много довольно таки перчика я боюсь вашу стопы а вы можете есть я попробовал и говорю что изумительно и салат тоже изумительный как и положено в грузии мы с вами как будто в тбилиси находимся и сидим в ресторане кефлис и кушаем именно великолепный грузинский салат риса и владимирович это фантастика попробуйте вырастить овощи семян седек на своем огороде и я уверена что ваши блюда получится такими же вкусными а мы с вами на сегодня прощаемся до скорых встреч а Субтитры подогнал «Симон»